всем привет дорогие друзья с вами я тут и мы продолжим играть в каравава мисс часть 2 и друзья давайте-ка посмотрим что у нас вот здесь вот есть я вот посмотрел это магазин что какой-то а да я не коров отправляйтесь в амбар чтобы подоить коров так вы сделаете животных счастливее и получите полезное молоко то есть можно типа бизнесом заняться если мы захотим так ладно давайте посмотрим вот там вот диджи у нас есть задание не смущай меня мистер гэддис я так понимаю произошел еще один инцидент с бандой ларами да было дело они хотят меня запугать и что вам не страшно но немного я очень много вложил в это место я говорю не только в землю но и про семью и это это сложно объяснить понимаю я проложу все силы чтобы вас защищать знаю как там ваша семья нормально мне наверное пора к ним да разумеется ну как прошло все хорошо стало легче да я просто встал знаю гребята раку кушают кто-нибудь хочет добавки нет нет спасибо если я скучаю по мистеру мир пирсон джон мастер какая же ты свинья ладно время уже позднее пора на боковую чудо не такой подозренный что сейчас что-нибудь произойдет спокойной ночи спокойной ночи спокойной ночи джек сколько ночи пап оба куда я был прав что за черт что ты делаешь своя работа и бегал за призом на дверь не открывай никому кроме меня пожар джима не схватили диккенса у конюшни так найдите том от диккенса так это еще кто ухты блин ну давайте идите сюда да конечно иди сюда черт они убили мистера тольберта и угнали мой скот мерзавцы вы целы ребята вроде да джим спас нас это мистер эбель ну конечно мистер эбель неужто он правда думаю что ему удастся не запугать значит мы пойдем мы вернем скота видимо придется том ты поможешь конечно сэр джим я знаю что вы можете за постоять более-менее берите оружие за ними оружие сейчас не время для этих игр нам нужна ваша помощь мне все равно чем вы занимались раньше или как там тебя зовут эта страна где людям дают еще один шанс понял ладно открывай это я что случилось у мистера гэддеса убили скотт боже как мне жаль что ты чем-то там был занят мистер гэддес нам очень помог мы я что ты делаешь свою работу и беги а работа чтоб ее так ну давайте поехали куда нам скачите на раньше я пойду первым это будет последний раз так раз поехали так у нас ковбойский револьвер скачите на раньше а где это раньше то ну-ка давайте-ка глянем а тут недалеко вон они странно почему-то мы когда раньше здесь ездили из никого не было вон впереди вон и ваши коровы наши спереди пара охранников еще пара с того края наверное подберемся поближе пошли до охранников там полно и я пойду прям к ним там поднимись туда и постарайся нас прикрыть и попробуй обойти их и подобраться с тыла я дам вам минуту-другую да сэр хорошо так и что нам нужно делать и ребята вы заходили в гости на наше раньше я решил нести ответный визит если вы такие крутые хочешь договориться с этим ты опоздал я пришел забрать наш код и проучить вас всех видел сколько у нас людей мы наняли всех кого можно было нанять убирайся отсюда деревенщина пока не получил пулю застреливаю все новым началось до прошлое никогда не отпускают да блин попади ты так сидеть приходить в себя джим милтон осторожней там так я не вижу где они а вот там кто то есть да блин я ж попал в него ну давай вылезай чмина а походу он сдох они готов черт они в амбаре так нам нужны патрончики да конечно так надо здесь присесть и немножко передохнуть снова они иди оттуда снайпер хренов есть где-то здесь еще кто то есть но я его не вижу так и тут еще кто то у трупа да сдохнет дружище готов до свидос амигас да падайте ребята по столько пуль вы уже получили вы чё я не знаю бронь жилета что ли так там кто то есть еще дай ага вижу и там на крыше красота джим милтон джим милтон сукин ты сын я тебя вижу джим милтон ты пожалеешь о том что ты сделал где-то здоровяк ну что где-то он здесь лестница должна быть вот она ах ты грязный вонючий запистенелый никчемный мешок хочешь драться козлина ах ты сволочь защищать защищайся ну давай 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 чудови был такой слабак а сейчас слишком крутой рэмбо да хрен ты знаешь у твоей женщины вот та женщина которая ни разу жизни не ездила верхом и ей придется иметь дело с каким-то нищим вонючкой я ей передаю что я пущу ее к себе в постель если она сначала искупается в овечьем навозе чтобы смыть с нее твою вонючую зону извини чувак я промахнулся вы поняли так садитесь на лошадь здесь какое-то оружие должно быть нормально сейчас попробуем набрать комбойский револьвер джона на дробовик обрез есть а это у нас чем револьвер шефилда в принципе опять же можно здесь полазить посмотреть что есть интересно но для нас это не столь критично хотя у них должны быть деньги у этих чуваков наверное нам нужно выходить из амбара шляпу артура прикиньте а ну артур перед смертью отдал свою шляпу да было такое дело давайте его ограбим может быть у него бабло есть патроны и серебряная пряжка патроны для дробовика есть и бренди так ну у нас здесь уже больше ничего нет а надо было кстати дробовик брать ладно давайте выходим сейчас же наверно законники приедут нам еще коров спасать друзья так ну ка куда нам ехать то а нам нужно вернуться на ранчо отлично ну видимо наши работники убрали короче увезли коров окей пусть будет так меня это вплоть устроить почему-то у нас вот сюда вот визы вела метка ну да ладно она нам больше не нужна да крошка успокойся так ну видимо нам куда-то сюда нужно тихо 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 вот наши коровки и вот наши доблестные работники вернулись вы показали себя молодцом мистер милтон этот человек сражается как зверь он нас всех спас хам это еще ничего ты ты вы спасли мою не нужно ничего говорить я просто выполнял свою работу я думаю сегодня они уже не вернутся но надо что чтобы ты покараулил просто на всякий случай ага если что увидишь или услышишь выстрелить три раза три раза и мы пробежим все сделано прекрасная мысль и спасибо вам мистер милтон от всего сердца рад услужить сэр я понимаю идите отдохните спасибо мистер гэддес да конфликт нарастает что что а какой мне был выбор ну ответь мне что я должен был сделать и вот он все сделал правильно ну иди сможет убивать не надо было так и двухъярстная кровать намекает на то что у нас скоро будет еще один ребенок или нет просто делай что-то одно две жизни не проживешь это все что я хочу сказать так ну джим милтон снова в деле так мы можем кстати корову подоить о прикольно пошли подаем корову мне понравилось привет корова как тебя доить то доить понеслось оп 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 жирное такое оп оп отлично и что так оно и будет стоять с этим молоком возвращайтесь позже что подарить потом другую корову окей так у нас есть еще одно задание ну там эбигейл мы видим ее наверно должны будем навестить ну давайте навестим ой не туда я вылез подождите подождите а что-то там такое было прикольно сюжет 85 процентов от сюжета ну ладно потом так бежим еще одна корова идет а это нам нужно типа вернуться домой что ли давайте вернемся так ну как ты выживая вроде бы вот я налью тебе кофе я ведь умею только одно но ты понимаешь грибовщики меня любят а коровы не очень неправда я не скотовод я воровал лошадей а не растил их гонял скот а не разводил его я тут читал газету я читал заметку про старое ранчо витчерс хоуп рядом с бэквотером в самом деле ну джек мне прочитал но я подумал может быть нам скопить денег остаток суммы мы могли бы быть счастливым какой банк за мою голову назначена награда я это понимаю я прекрасно понимаю всякий раз когда кажется что мы вот-вот ты берешь и демонстрируешь всему миру что мы не какой-то не джиммей милтон куда бы мы не приехали везде одно и то же только обустроимся и вдруг бац и начинаешь опять играть своим револьвером я встала джон полагаю я немного позволь мне хотела это короче она продолжила свою ферму завести просто кажется что все безнадежно ты справляешься намного лучше милтон милтон мэм мистер гэддерс попросил чтобы вы взяли повозку съездили в город и забрали на почту перспонденцию для него конечно я возьму с собой сына а то он разнешивался ланселок нужен джимми раз ты уж едешь в город можешь забрать короче я заказал платье кажется заказ на твое имя на мое кажется да один на твое один на мое но пока что должен поступить только один сколько что всего накупила о да такая городская транжира посмотри на меня Ларлен Слот мы с тебя сделаем мужчину только не перестарайся он еще мальчик я просто поучу его водить повозку а самые интересные реалии взрослой жизни мы прибережем на потом пошла ети пал на повозке в стронборе а че мы едем а почему как-то таким странным образом приятно выбраться из дома да да мне нравится в жизни есть не только то что тебе нравится а что произошло а что произошло в прошлой ночи с теми людьми ты их убил я делал то что должен был сделать чтобы защитить тебя мама сказала что гордыня что ли твоя мама ошиблась так получится у нас кинорежим интересно а то в прошлый раз что-то у меня не особо получалось на повозке мы вроде еду да нет не едут ни хрена ладно поедем тогда в руками все поехали ну чего ребята будете болтать или что мы кстати оружие взяли неизвестно потому что мы находимся на территории раньше и здесь стрелять нельзя лучше бы на лошадях просто съездили зачем на повозке надо ехать я вот тоже не понимаю мы же не за жратвой едем но это то же самое что на грузовике ездить там за письмом пш можно ездить на мопеде на мотоцикле на велосипеде пешком сходить ну пешком здесь далеко согласен на машине легковой в крайнем случае ладно поехали так ну пока что мы не видим никакого оружия которое у нас есть давайте наверное разгонимся что мы так будем долго ехать я думал они будут болтать или еще что то может привезешь поможете пока я я даже не знаю пап да это я просто не бойся так и что мне делать ну просто держи их если надо сбавить скорость тени на себя если надо ускориться просто встряхни и менее сильно а если надо повернуть тени с одной стороны давай попробуй давай попробуй ну о сынок поехал стрэнбери ну нормально каждая папа ведь учат водить автомобиль своих детей это по моему все логично какие здесь же красивые места ёж-моёж прям вообще так бы и жил бы здесь ну только если бы вот не все вот эти как ковбойские развлекухи с убийствами ограблениями поджогами угодами скота и прочей фигнёй хватит с тебя пока что да возвращаемся с тробери да знаешь я давно не видел чтобы ты так долго был без книжки в руках да глупо что я ее забыл слушай мне нужно кое о чем поговорить с продавцом я оставлю уйти на тебя повозку могу я рассчитывать что ты не уедешь на это ты можешь рассчитывать друзья мы не туда куда-то едем я думаю нам вот в этот магазин она в какой-то другой магазин ну ладно подъедем туда так уж и быть эй а как бибик и здесь бибик бибик да ладно ладно что не видишь что лошадь идет блин она сможет завернуть ты сюда да смогла смотрите-ка так ну вот мы приехали уже так ну пошли забирать почту ты порядке сын да тогда выше нас подожди тут хорошо может быть что-нибудь подарю тебе если будешь хорошо себя вести жду не дождусь так забираем почту здрасте я пришел чтобы имя мое джим милтон джим милтон хм 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 на ваше имя ничего нет а посмотрите на другое марстон джон марстон долго объяснить да джон марстон тоже ничего нет посмотрите на абигейл робертс абигейл робертс абигейл робертс так мы запалились по моему да есть посылка я еще должен забрать посылки для ранчо пранкхорн мне прислал ранчо пранкхорнов да подпишитесь здесь для вас много всего пришло и я вам помогу я возьму эти выберите остальные сейчас нас будут арестовывать я так чувствую вот давайте я вам помогу мистер марстон да только меня теперь называть милтон долго объяснить как скажете мистер милтон это несущественно берегите себя передайте геддерсус мое почтение большое спасибо давай поехали отсюда все нормально пап да я надеюсь прими-ка по воде даже не знаю давай парень тебе понравится просто приложи немного усилий хорошо пап давай поехали так мы возвращаемся да мы подожди мы проделили весь путь а теперь повернем оправим себя вместе джеком на ранчо пранкхорн тьфу похоже что поедине на ранчо я скучал больше чем мне казалось ты не хочешь зайти в магазин или в салон или еще куда мы возвращаемся понял но я же сидел в той повозке бог знает сколько времени никаких ну не останавливайся следи за дорогой да сэр спасибо господи слушайся отца понял у меня есть свои причины даже если я тебе не хочу не говорить да сэр так лучше и так куда мы едем я чё то не понял куда то мы не туда едем эээээээээээээээээээээээээээээм& нафига ты сюда-то повернул ну ладно пусть будет так мы же не слушай если я говорю давай поживи гони если горит помедленнее тормози ясно ну да давай быстрей давай поживи уезжаем отсюда окей ладно пошла ну вот теперь понятно почему они взяли фургон для посылок потому что там нужно было много что отвезти ну принципе наверно хозяин знал что много чего нужно вести кто это проститься в этом не нет нет езжай дальше так оружие у нас нет друзья и это очень плохо а кстати какой-то труп лежит фото давай быстрей ну а те кто нас преследует мы не убежим я так чувствую кстати здесь какой-то дом и кто-то работает типа фермер какой-то вообще на таком отдалении дома находится стрёмно мне хоть мне не хочется тут ехать дорога не ничуть не хуже всех прочих выбери куда хочешь ехать и лошадь тебя поведет ладно кажется лошадь перепугалась с ним все будет хорошо ничего езжай дальше так минут здесь явно пригодили путь два бандитаса каких-то ну-ка давайте как глянемся они за нами едут понятно что случилось не оглядывайся папа эти люди последуют нас только спокойно видишь как правнеешь ли с ними с нами по узку прыгай на землю и прячься папа ты должен сделать точности как я сказал вот быстро прячься быстро так сын жди меня здесь сиди тихо и помолкивай пока я к тебе не обращусь понял да сэр перегнись ну что ж господа сейчас поглядим что вам надо парни что вам надо мы просто хотим поболтать ты джон марстон я не понимаю чем вы я здесь просто гуляю со своим сыном это ты пару месяцев назад убил одного парня в раноке нет не я это был мой брат мне очень жаль друг но он пытался меня грабить так остался один ну давай вылезай да шо штуку это джек ты цел джек все порядке ты порядке что почему что все хорошо все хорошо нет глаза пошли давай пошла 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 так сваливаем отсюда короче друзья господи эти люди я же сказал не смотри они умерли у меня не было выбора а теперь соберись папа ты их убил сын я хочу чтоб ты взял себя в руки ты был очень храбрым очень храбрым сделал все как я и сказал правда если ты не послушал меня для нас бы все могло бы сложиться очень плохо тише 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 да ладно сына успокойся уже не нервничай все хорошо слушай знаешь твою маму хочет чтобы мы купили старые раньше ты читал где об этом да как она называлась не помнишь название парень бичерс холп рядом с блокуа тером тебе это нравится на то что у нас будет раньше не знаю представляю себе ты сын владельца раньше как дункан герас да я не был в этом уверен но да такая жизнь нам придется по душе ухаживать за лошадьми если это твои лошади приятно да так мы почти доехали уже жалко что этих людей конечно расстреляли но что ж поделаешь я бы их еще бы конечно ограбил но не на глазах жил сына так мы практически добрались до раньше сын ты чего успокойся будь мужчиной у тебя с детства на глазах убивали всяких придурков а тут ты чё-то раскис ну как так можно так ну давайте вот сюда вот заезжаем и куда нам нужно будет подогнать ладно приехали это была насыщенная событиями поездка так но нам нужно запарковаться иди поздоровайся с мамой как прошло что случилось это я не нас обстреляли обстреляют что случилось за нами начали следить и потом мы кто начал за вами следить видимо кто-то кто меня узнал у нас не было времени обсудить увы мой сын наш сын я это все из-за твоего платья это даже не было платьем это был подарок для тебя да семья сложное дело а что вы думали будет просто материнство у мистер джим мистер джим и вам пришел курьер но там рядом с домом да ну ладно спасибо и так телеграмму взять нужно мы пойдемте возьмем понять не имею в ролик ты решил подарить мне кучу денег это он я его вижу спасибо и но это почтальон они курьер почему-то и него курьером назвали он даже форме вроде смотрите-ка прошу мистер я джим милтон говорят у вас телеграмма да вот здесь распишитесь спасибо джим . если ты дэм которого я знаю . это сэди адлер надо кое-что обсудить деньги хорошие приходи в салон валентайне обычно я там . сэди адлер что обмене ну что нам нужно будет с обидел поговорить давайте пообщаемся с эти конечно девчонка хороший я рад что она жива но я боюсь что она нас опять на дорожку по бандитизму будет склонять а мне хотелось бы завести свою ферму а не заниматься бандитизмом дайте коров вот это все и бегал так и бегал нету записка неужели он уехал милый джон написать это письмо мне помогла одна женщина из деревни у нее были свои проблемы с мужчинами но и другой разговор послушай я просила тебя но это ничего не поменяло я спробовала все что могла в надежде чтобы ты повзрослеешь ты знаешь что я люблю тебя и ты знаешь что я люблю тебя но именно поэтому я могу терпеть то что ты делаешь нам снова и снова приходилось сбежать из-за твоего поведения и твоих решений у нас с тобой есть сын у меня есть сын я слишком люблю тебя что позволяет ему видеть как тебя такой как ты я столько мечтал джон надеялась что ты изменишься все мы видели что бывало с теми кто не менялся но ты или хотя бы часть тебя с упорством одержимого тянется прежней жизни я слишком люблю тебя чтобы это наблюдать абигейл абигейл слушайте это прям история артура получается какая-то вот если вы помните у артура тоже и ребенок был и все вот это было и все это кончилось тот подарок кстати коробка рубашка пижама наверное где ваша жена милтон ее нет дома я видела она ушла с мальчиком и с вещами что у нас тряслось уже на томи стартекинс нет удивительно она что с девкой вас застала или узнала что вы постреляли тех ребят стромбери что вы за человек джимми я семейный человек конечно я умею стрелять те люди стреляли в меня я просто спросил только и все ничего тут спрашивает разве что вам не жаль распространяется сведения о чужом браке мне есть чем заняться главное чтобы и вы бежать не собрались я никуда не ухожу я приехал на заработки накопить денег и дать ей то что она хочет она хочет она хочет свой дом сказала что присмотрел участок вечерс холл вы хотите завести свое ранчо да вы с головы помрете не исключаю займитесь делом это отличает от тяжелых мыслей так ну что друзья у нас есть работа которую мы должны выполнить в принципе мы можем что-то сделать и наверно потом будет какое-то продолжение движухи всей этой так давайте посмотрим куда нас вообще зовут все эти штучки почистить починить забор вычистить стоило и подоить корову я бы подоить корову выбрал но мы побежим чинить забор что делать такова жизнь по крайней мере делаю это все мы научимся что-то делать на своей ферме надо было взять кредит да в банке и короче заниматься фермерством так чинить забор окей поднимите столб вот он столб поднять столб ну чё вбиваем чё делать то отлично то есть жизнь продолжается на вот что показывает что мы типа там работаем делаем столбы доем коров навоз убираем и все такое то есть прошло какое-то время видимо через несколько месяцев я был прав друзья грузим сено в повозку ну вот достаточно знаешь я насчет тебя ошибался из тебя получился отличный работник джим спасибо приятно слышать а можно не поговорить с мистером может быть он поможет мне советом я верю он с радостью тебя выслушает спасибо мистер дикис так ну что идем году к дому гиддеса классный дом у него конечно что и говорить строили раньше дома огромные кстати винтовка лежит какая-то видите эй сынок как поживает тот бык хорошо мистер милтон твой отец дома я могу с ним поговорить конечно я его позову да я здесь что тебе милтон простите что потревожил сэр о пустяки моя жена только что начала свою утреннюю речь о моих бесконечных недостатках я думаю подобное случалось с каждым мужчиной пожалуй моя жена моя жена тоже не одобрят некоторые мои решения очень не одобрят вы верите что человек может измениться сэр к чему ты ведешь как бы вам сказать я пытался стать хорошим работником упорно трудился чтобы защитить вашу фирму и мы благодарны тебе да и щедро мне платили но тут такое дело я хочу построить свой дом чтобы доказать жене что я извинился я понимаю но у меня нет так много денег я прошу дать мне взаймы но возможно вы могли бы загнуть банк и замолвить за меня славичку чтобы дали мне ссуду ссуду значит я хочу купить раньше в Битчерс Холл я его знаю ну хорошо конечно буду рад помочь но послушайте моего совета Милтон берите свои деньги купи билет на пароход и уезжай на бразилию в Бразилию навсегда забудь о своей семье шучу сынок к банке обратитесь к канцелле Антеро он мой дальний родственник назови имя скажи пусть спросят прямиком у меня и ты получишь то что нужно спасибо вам сэр но я тоже был молодым и глупым ты ее вернешь ес так сейчас поедем в банк за баблом за судой надеюсь нас не ограбят что опять за пушками какой у него модный ящик с оружием перчатки куртка прям ковбоский прикинь такой вау круто так ну мы поехали в банк короче друзья странно он едет непонятным путем честно говоря я бы ехал через другой путь давайте посмотрим куда нам пока у нас два задания есть у нас есть задание одно с в Blackwater это взять короче кредит в банке и второе задание у нас есть Сэдди Адлер в Валентайне вот такое вот задание так друзьям я еду наверное пообщаюсь в банк поеду короче друзья в банк не поеду я к Сэдди деньги хорошие но я хочу настоящего бизнеса человеческого я как до туда доберусь мы продолжим попробуйте пора кто там кто там пожалуйста кто 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 Пожалуйста, ты должен помочь мне, мистер Абл-стукс. Он хотел бы нам подписаться на нашу землю, только эта разница я исчезла, но они... Они имеют моего мужа, и они его убили! Абл-стукс, да? Где они? Это в стонном доме, где я пришел. Я сейчас идти. Я увидел, чтобы найти больше помощи. Помогу! Я нужна помощь! Так, друзья, мы сейчас едем помогать какой-то тетке. Давайте-ка я гляну, куда я. Я что-то взял задание и совсем не посмотрел, куда мы едем. Вот сюда мы едем. Короче, захватили дом громилы и хотят его отобрать. И мы сейчас туда едем с вами. Не знаю, получится у нас это или не получится. Наверное, это будет у нас последнее задание уже на сегодня. А там будем уже решать, что будем делать. И дальше я поеду, наверное, в банк все-таки. Но это будет уже, наверное, в следующем видео. Сейчас попробуем разобраться с этими громилами. Так. Тут уже что-то происходит. Так. Давайте-ка побежали. Если не подпишешь, мы с тобой будем долго развлекаться. Давай-давай. Если собираешься, что делать-делай. Понимаешь, мы прилепляем к тому, что люди к нам прислушиваются. Ах ты, сукин сын, я тебе с шею сверну. Блин, как нам туда добраться-то? Они убийцы, убей их. Так, я так и не понял, где вход в дом. А, вот они в подвале были. Смотрите-ка. Эй, можете развяжете меня? Давайте посмотрим, что там можно сделать. Так. Давайте освободим его. О, да, спасибо. Эти ублюдки получили по заслугам. Моя жена, вы случайно не видели мою жену? Э-э-э, ну вообще-то она нас... Да, я ее видел к западу отсюда, она попросила меня найти тебя. О, слава богу. И спасибо за то, что помогли ей. Так, ну отлично. И чего делать-то дальше? Ты предлагаешь мне с тобой ехать? Где ты, милая? Короче, чел уехал. Ну мы, наверное, сейчас ограбим этих чуваков. Что же они просто так, что здесь лежат? Патрончиков немножко. Так, ну еще немножко денег. Ладно, где наш-то лошадь? Все, друзья, продолжим с вами в следующий раз. А я направляюсь прямиком в банк. Как мы с вами и договаривались. И там уже продолжим, но это будет уже следующая серия. Продолжение следует...